здравствуйте всем я оксана и жизнь как она есть сегодня понедельник начало рабочей недели на улице у нас минус 23 почему-то зима совсем не хочет отпускать такой ветерок но солнце я яркая как всегда михалыч у меня утром детей отвез я кушать приготовила время еще нет 9 часов еду в город сегодня с вика едем немножко по делам по бумажным вот не люблю я эту волокиту ну а что делать нужно подъехала я за викой здесь она живет на седьмом этаже правда окна выходят на другую сторону жду хотя за и позвонила ей заранее сказал что я уже ну разбудить ее оказывается налегла и обратно уснула наверх не буду подниматься подожду и здесь потому что ужасно боюсь лифта этаж 7 замкнутого пространства получается вот очень удобное расположение дома получается вот с этой стороны вот это двухэтажное здание это взрослая поликлиника полностью тут буквально сколько метров двадцать вот это большое здание стоит это там детская поликлиника на первом этаже за этим домом сразу метров пятьдесят школа и детский сад находится и десять минут ходьбы буквально до рынка иногда просматривая свои видео замечаю что такое тяжелое дыхание у меня но этом может мне кажется но мне кажется что все равно слышно не судите я у меня не отдышка мне тяжело дышать перегородка искривлена в носу носом тяжело дышать ртом стараюсь дышать меньше потому что с детства мама все время говорила не дыши ртом попадут все микробы поэтому стараюсь дышать носом хоть и тяжело такая ерунда небо красивое красивое в общем жду зала выходит он идет с крыльца спускается зефирка моя с таким недовольным лицом это кошмар какой-то что такое ты что такое да сколько можно ждать что ты хочешь сделать а тебе нужно выключить камеру тогда и включить по новой здравствуйте а чё ты шепотом глаза узкие еще солнце светит я тебе очки свои не дам отпусти вот эту штуку ёлки-палки у меня роза чё ты отсюда не выехала ой сейчас по кругу поехала на что на все солнце слишком да вот эту штуку она не помогает вот помогает что ты врешь-то ну куда так как я и говорила у нас сегодня бумажные дела такие ты паспорты взяла это представляешь мне сейчас ладно я назад назад вот так вот всегда молодец возвращаться очень никуда не поедет может мы поедем покушаем нет ой ёлки ладно все гришь я хочу что значит хочет на меня крикнуть но не может уйти на тебя кричала что ли кричу давай покатайся на горку еще залезть покатайся я знаю мерить ты померила комната да да я сидит потом спрашивала его бутылкой какой-нибудь чем-нибудь сверху не кинули надо молодец ничего себе в общем вернулись начнем дубль 2 от подъезда я знаю просто мне стачат если какая-нибудь машина поедет в общем я поеду туда стану помойки ты придешь туда ну да он туда где выезд есть смешно ну вот вернулись получается сейчас пока она возьмет документы обратно это же я не напомнила и что нужно взять документы а без документов никак у нас решается вопрос квартирой ну как решается нет оформляется помаленьку мы выиграли суд знаете бывают такие ситуации в жизни когда напрочь разочаровываешься в людях и получается мало того что сбившего супруга мы не имеем никаких элементов я на них просто не подавала он пытался отжать отжать да можно сказать отжать у детей квартиру после сноса мы получили две квартиры одну по договоренности осталось ему а вторая детям ну так как он был главным квартиросъемщиком он решил по-другому через несколько лет так это было седьмой десятый год и вот только в том году по моему год назад оказался что квартира наша продана и мы судились мы выиграли вика в ней как дети жили так и живут ну вот бывает и так свою он квартиру продал ну видать и эту решил также а но ничего пробьемся я вернулся я вернулся тут есть сквозной выезд от чего а ну конечно голова то еще мокрая как-то умудрилась опять спах спать бухнуться да нормально он тебе не нужен тебе нужно нам его привести нет нам он точно не нужен все в группе пишут аниматоры фортовский клуба когда она закроет когда закроет я почти сижу дома типа не вязать когда она ухудет я понимаю это то что Дина улетела он сейчас с Мироном то сидит все до трех ночи раскинул потом забей всем да старшая Дина у нас улетела в Москву на обучение там сколько дней у нее неделя по-моему да и Вовка с внуком сидит один ну ничего он хороший папа поэтому справится заехали мы в кафешку вообще-то в рестабар а в рестабар куда в кафешку в кафешку в общем мы заехали это наша любимая мы с Региной сюда заезжаем с Михалычем иногда по пути если в городе ждем свой заказ а пока чай с лимоном хотя у меня от лимона изжога в последнее время но с молоком здесь по-моему чая нет что там интересного сейчас перекусим и поедем дальше по делам вкусно? по крайней мере Вика сегодня осьминога в себе не заказала а где печень то у меня так еще раз здравствуйте ну я Оксана и жизнь как она есть я говорить не буду знаете я уже с утра здоровалась поэтому я кислород с утра тяжелый сегодня тяжелый день я замученная, уставшая я не перекладывала кирпичи но такое ощущение что у меня переехал трактор честно говоря это все поездки в город в 9 часов я уехала и в 3 часа я приехала и он пустой день был просто пустой день Вика тут что там потеряла потому что документы мы только заказали паспорт копию тех паспорта но правда забрали решение суда оно у нас не вступило еще в силу вы издеваетесь или смеетесь Регина с Ваней сходят с ума решение у нас посуду вступит только в силу 26 числа и поэтому мне придется ехать 26 числа поставить печать что оно вступило в силу и только потом в ЗАГС все сейчас готовим ужин каламбур готовим ужин на ужин нормально пожалей меня ребенок давай я пойду полежу немножко а ты вон будешь печень резать а что Региночка плачет и плакать будешь а завтра Михалыч говорит нужно опять в город ехать я этого не выдержу когда привыкаешь к своей ракушке выезжать не трясись выезжать куда-то просто невозможно вот так как будто у тебя выдирают из этого состояния комфорта уюта и все остальное и помещают куда-то в такое непонятное пространство ну а что делать документы все равно надо я забыла что такое очереди уже потому что обычно записываемся заранее и приезжаешь к определенному времени ну туда куда мы ездили сегодня нет электронной очереди работает всего два окошка на принятие документов и на выдачу поэтому мы полдесятого заняли очередь и без пяти двенадцать мы только подошли к окошку и перед нами было всего три человека вот так так что вот такие дела сегодня сейчас быстренько приготовим рис на ужин будет кто там светит геля да будет рис с печенью с подливом я бы ничего не делала с удовольствием ничего не делала как надо мама я тоже мама надо я тоже мама надо и луком я сегодня не кормила потому что мне было некогда не плачь он вернется ну естественно ты про кого а вот я про всех сразу Регина Регина у нас до двадцать девятого марта а Маруся пришла на солнце на ты печень надо не ест а чё тогда приедет на так до двадцать девятого марта их вуз закрыли на карантин коронавирус простуды ну как рви наверное обострение или с чем связано коронавирусом у нас нет заболевших по республике всё равно закрывают пишут в связи с коронавирусом а вам что объяснили сегодня в связи с коронавирусом так и что отбила стул сломала или мимо стула села мимо стула села мимо стула села нормально вот было предложение школам перейти на дистанционное обучение мы на дистанционном обучаем а? мы на дистанционном школы нет ну дома у меня начинает заболевать Данька сейчас с температурой Ромка кашляет Даня наверное завтра дома да? сколько температуры ограбите покажи-ка меру температуры Регина посмотри я без очков не увижу ну-ка 37 и 9 37 и 9 ну пока терпим и будем пить таблеточки только после 38 и 5 да меня спрашивали я в одном комментариях там где-то писала что от температуры спасаемся водой с уксусом чуть слабенький раствор это где-то там совсем я обычно пробую чуть кисленький чтобы он был обтирание это был Варя мы слышали обтирание либо если совсем сильная температура то обертывание прям мокрую простынь замачиваем не знаю так постоянно делала мама только так мы спасаемся вот у нас у Маши реакция если она болеет то у нее сильно резко повышается температура сбить ее очень тяжело и спасаемся только уксусом также возможно водкой да и еще когда протрясет вот после этого уксуса там не надо сильно укутывать надо чтобы обязательно протрясло и температура падает это уже сто процентов ну я не знаю почему уксус ну давай попробуй пронеси не знаю в Индии ходят еще где-то там кастрая геля ну не надо там светит и ты мне в глаза специально светишь да дополнительное освещение как он называется софиты да вот а сейчас потом покажу я вам лук какой у нас поднялся который мы высаживали обрезали то на подоконнике как-то он стоял стоял а потом раз резко и поднялся мама нас стояли в школе про шею рассказать про что ну мы с Викой выбрали про это про лук рассказать но как мы писали мы сейчас хотим рассказать про про лук да ну можете пока рассказать про лук это что у вас доклад будет или что да 24 марта будет конференция какая-то опять защита дипломов или что там будет проекта так вам надо было фотографии делать от самого начала как он начинает расти а ну в принципе можно коробочку взять еще одну там пенопластовые коробочки же есть привезли и дополнительно сейчас еще и лук есть как мы делали так и сделать ну значит вот так у них опять что-то что-то там у них в школе готовится какой-то проект ну и все сейчас покажу лук значит вот лук который обещала показать вы видите как он подрос и наверное лучше меня знаете сколько ему по времени честно я могу только посмотреть по роликам потому что видео у нас выходит день в день вот когда мы про него показали это в тот день значит мы его посадили ну в принципе он неплохо подрос значит утильное яйцо решили все-таки заложить маленький инкубатор но прежде чем его заложить сюда его полностью переделали это как ее электроника уже вышла из строя похоже и мы поставили новую вот он второй день стоит обкатывается мастер он там занят по телефону разговаривает вот он конечно это ну все четко мне отрегулировали да все умелые руки и это самое да теперь это китайской итальянской сборки да да итальянский инкубатор с вот этой электроникой китайской да я ее заказывала с алиэкспресс вот ну правда утиного яйца почти ничего не осталось вот здесь получается 22 яйца наверное вместе с гусинами вот поймала поэтому вот ну здесь все стоит все парится температура вода так что на сегодня наверное все 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 Продолжение следует...